МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. По зову справедливого сердца в общественной палате состоялась встреча с добровольцами Отечественной войны народа Абхазии. Только в Сухуме и только в августе. Эксклюзивный тур по столице Абхазии от Константина Тужба. Поможем вместе. 370 тысяч рублей необходимо на интенсивный курс реабилитации для Сарии Чантуре и Дмитрия Бездаева. Взаимодействие в энергетической сфере, реализация межправительственного соглашения по программе социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы правовые механизмы гарантии защиты интересов инвесторов в перспективы межбанковского сотрудничества обсудили премьер-министр Александр Анкваб в ходе встречи с делегацией Министерства экономического развития Российской Федерации во главе с министром Максимом Решетниковым. Встреча состоялась с участием вице-премьеров правительства, министра по налогам и сборам, председателя Национального банка. Александр Анкваб и Максим Решетников высоко оценили абхазо-российское межведомственное взаимодействие и проговорили актуальные аспекты партнерства. В пятницу премьер-министр, руководители экономического блока правительства продолжили обсуждение с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем и российскими коллегами конкретных мероприятий, реализация которых предусмотрена действующая инвест-программа и подготовку к реализации инвестиционной программы социально-экономического развития Республики на 2023-2025 годы. В рамках рабочего визита в Абхазию министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников посетил сегодня Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба. Российский министр осмотрел основную и малую сцены, фойе и залы театра. Генеральный директор Алхаз Чалуко рассказал гостю историю главного театра страны его сегодняшней деятельности. Максим Решетников был впечатлен красотой национального театра. Как известно, Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба был реконструирован в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазии. Около 120 тысяч туристов отдохнуло в гагарских отелях и пансионатах. К 1 августа сообщил спутник первозамглавы администрации Гагарского района Адамурцу Цышба. Туристический сезон у нас проходит довольно неплохо. Несмотря на то, что погода в июне внесла свои коррективы, тем не менее по статистике налоговых поступлений динамика положительная. В данный момент город полон здравницы нашей. Это 60 объектов, которые нам сдают отчеты, показывают, что на 1 августа у нас уже было 120 тысяч туристов, отметил ООН. Цышба добавил, что в целом ситуация позитивная, но неудобства жителям и гостям Гагры доставляют частые отключения подачи воды. Это он связывает с поломками на воздушной линии Ачбуара. Как объяснил замглавы районной администрации, местная система водоснабжения устроена таким образом, что при отключениях электричества вода перестает поступать в резервуары и они быстро опустошаются. Для их наполнения требуется около двух часов работы насосов. Строительство очистных сооружений ведется в селе Аллахадзе Гагрского района по российской инвест-программе, сообщил спутник, первый замглавы администрации муниципалитета Адам Арцишба. Первый этап проведен, там были залиты фундаментные площадки, закупили часть оборудования. На данный момент действует старая система очистных сооружений, но она уже приходит в негодность. Подчеркнул он, объяснил, что канализационные станции в городской черте Гагры готовы и приняты в эксплуатацию, но пока все сливается в старые очистные сооружения. Новые аналогичные объекты должны заработать в 2025 году, и тогда весь процесс будет происходить по новым линиям. Историческая дата. 14 лет назад, 12 августа 2008 года, верхняя часть Кадорского ущелья была полностью освобождена от войск Госсовета, от войск Грузии. Президент Сергей Багабш прилетел на освобожденную территорию, где заслушал доклад министра обороны Мираба Кишмария и дал распоряжение восстановить разрушенные здания. Абхазские военные подсчитывали трофеи, проводили перегруппировку сил и закреплялись на занятых позициях. Смотрите репортаж Надежды Боровиковой из архива Абаза-ТВ. 12 августа вооруженные силы Абхазии завершили операцию по освобождению Кадорского ущелья от грузинских войск. Президент Сергей Багабш вылетел на место событий, где министр обороны Мираб Кишмария доложил верховному главнокомандующему о ликвидации всех очагов сопротивления и о полном контроле абхазских военных над территорией верхней части Кадорского ущелья вплоть до границы с Грузией. Хорошо, что все прошло нормально, спокойно, особой жертв нет. Я говорил, что мы провели хорошую работу подготовительную. Вот верхняя часть Кадорского ущелья, о которой много говорилось в последние годы после ввода сюда войск Грузии, вот вся эта проблема снята. Кадорское ущелье – это территория Абхазии, здесь сегодня юрисдикция Абхазии. Мы будем теперь налаживать здесь мирную жизнь, нормальную жизнь. Люди, которые здесь жили, они жили давно вместе с Абхазами, здесь у нас в Абхазии. И мы сегодня говорим, и говорили вчера, те, кто хотят жить по законам нашей республики, на нашей земле, мы спокойно к этому относимся и готовы сделать все, чтобы не было проблем больших. За несколько дней до начала военной операции местное население было предупреждено и почти в полном составе покинуло регион. Благодаря этому удалось избежать жертв среди мирных жителей. Грузинские военные покидали ущелье в спешке, оставив вооружение, личные вещи и даже документы. Вот, например, удостоверение солдата вооруженных сил Республики Грузия. Вот это удостоверение. Брошенное. Таких очень много. В форме брошенное. Подтверждающее, что там служили военные. А полиции было малое количество, которые просто осуществляли контроль за наведением порядка, по поддержанию порядка. Экстренно сдавая свои позиции, грузинские военнослужащие оставили значительные трофеи. В их числе танки, минометы, пушки, бронетехника, включая БМП и БТР, несколько тысяч единиц автоматического стрелкового оружия, а именно винтовки М4 и автоматы Калашникова, большое количество боеприпасов, горюче-смазочных материалов и оборудования военного назначения. Наступление было такое, что вывезти и уничтожить запасы подразделения грузинских войск не успели. Как видите, все это иностранного производства. Мины, гранатометные выстрелы, производство, маркировка. Все это на ящиках есть. То есть, все это содержалось за счет иностранных государств. Очень много осталось вооружения. Здесь вооружение образцов, американское вооружение, то, что было изготовлено в Румынии, китайские автоматы. Всего здесь предостаточно. Это все сейчас собирается и будут передаваться на склады Министерства обороны Республики. Здесь пушки остались, здесь стрелковое оружие осталось, здесь мины остались, здесь очень много складов. Здесь все делалось на века. Грузия все делала на века. Поэтому все это будет передаваться Министерству обороны. Сергей Багабш посетил населенные пункты Чхалта и Ажара, расположенные в верхней части Кадорского ущелья. После чего дал указание организовать надежную охрану границы, а также распорядился о начале восстановления разрушенной инфраструктуры населенных пунктов. В селе Чхалта абхазские военные подняли флаг над зданием, где располагалось так называемое правительство Республики Абхазия в изгнании. Теперь наша задача наладить мирную жизнь, чтобы вернулись туда местные коренные жители и сосуществовать нормально вместе. Все отлично будет. И с Россией будем сотрудничать, и с этой частью Кадорского ущелья, со своей идеей. Там нормальные жители, нормально происходит процесс восстановления и возврат. Уже мы переговорились с некоторыми жителями, мы все дома сохранили для них, они могут спокойно вернуться и жить дальше. Операция в Кадорском ущелье стала еще одной стратегической победой Абхазии. С минимальными потерями в кратчайшие сроки территория Верхнего Кадора была полностью освобождена от грузинских войск и окончательно перешла под контроль Республики Абхазия. Надежда Боровикова, Абаза ТВ. В Общественной палате Абхазии состоялась встреча с добровольцами. С начала Отечественной войны народа Абхазии на помощь жителям республики прибыло более 2300 добровольцев с юга России, Северного Кавказа, Турции, Сирии. Из них 51 человек был удостоен звания Герой Абхазии. 247 награждены Орденом Леона. 623 бойца получили медали за отвагу. В ходе войны погибли более 260 добровольцев. На встрече боевые товарищи делились воспоминаниями, обсуждали насущные проблемы. «Он как бы и праздник, и не праздник. Потому что с этого дня уже начали погибать люди. Хотя и до этого абхазцы начали погибать в сопротивлениях. Но он еще, конечно, не праздник. В этот день объединился, весь Кавказ объединился. Весь Кавказ. Надо воспитывать молодежи, говорить им надо, чтобы они помнили эту войну. Ведь война, для войны самый большой враг это человеческая память. Пока человек помнит, этой войны не будет. Как только человек забудет это, это для войны, если для войны открывается калитка. Надо помнить войну, говорить, как было тяжело. Было же тяжело, действительно. И особенная благодарность женщинам абхазским, которые никуда не уехали и кормили тем, что у них есть. Последним. Каждый, каждый абхазец, каждый человек старался пригласить добровольца в дом, чтобы его накормить. Расширенную видеоверсию встречи добровольцев смотрите в нашем эфире в понедельник, 15 августа, в День добровольца. Информация Генеральной прокуратуры. Следственное управление Генпрокуратуры 10 августа возбудило уголовное дело по факту служебного подлога и покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении нотариуса Сухумской государственной нотариальной конторы номер 5 Кристины Джопуа и Седы Каракьян. Как установлено материалами уголовного дела 6 октября 2021 года нотариус Сухумской нотариальной конторы незаконно изготовила путем внесения заведомо ложных сведений от имени умершей 2 сентября 2021 года Пащан доверенность о возложении полномочий на получение причитающейся пенсии во всех структурных подразделениях Сбербанка Абхазии и в любых коммерческих банках на Каракьян сроком на 3 года. Используя полученную доверенность, Кисян в дополнительном офисе Сбербанка Абхазии обналичило пенсионные средства выплаченные из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и Республики Абхазии. Однако свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, не смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам, так как пенсионными фондами России и Абхазии был выявлен факт смерти Пащана и приостановлены начисления пенсий. 10 августа сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося в розыске Гурама Лаврентьевича Анкваб. 7 марта 2021 года примерно в 3 часа 30 минут в Сухуме по улице Аргун в районе дома номер 4 Гурам Анкваб Музам Мургвлиани и неустановленное следствием лицо, вооруженное незаконно приобретенным хранимым и носимым взрывным устройством реактивной противотанковой гранатой РПГ-26, зная, что в здании отделения милиции номер 1 находятся сотрудники, произвели выстрел, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, после чего скрылись с места происшествия. Министр чрезвычайных ситуаций генерал-лейтенант Лев Квициня вручил особо отлевчившимся при тушении пожара сотрудникам погрануправления ведомственные медали и почетные грамоты МЧС Абхазии. В свою очередь, руководство погрануправления ФСБ России в Абхазии наградило Лев Квициня почетным нагрудным знаком. МЧС Абхазии и погрануправления ФСБ России в Абхазии на протяжении долгого времени сотрудничают в вопросах ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, пожарные подразделения обоих ведомств проводят совместные учения, а в случае необходимости выезжают на тушение крупных возгораний. Так было и при ликвидации крупного пожара на Сухумской кондитерской фабрике, где россияне оказали весомую помощь своим абхазским коллегам. Команда Республики Абхазия продолжает подготовку к конкурсу международных армейских игр «Снайперский рубеж». На военном полигоне города Баркисимето, Венесуэла, прошли тренировочные стрельбы. Военнослужащие Министерства обороны Республики Абхазия показали хорошие результаты. 370 тысяч рублей необходимо на интенсивный курс реабилитации для Сари, Чантурия и Дмитрия Бестаева, подопечных фонда «Ашана». У детей ДЦП и грубая задержка психоречивого и моторного развития. В Сочинском нейрореабилитационном центре «Импульс» им могут помочь, но стоимость курса реабилитации не посильна для родителей Сари и Дмитрия. Поможем вместе. Подробности у Надежды Боровиковой. Диме Бестаеву 7. Еще до года ему поставили диагноз «синдром Дэнди-Уокера». Это редкий вид патологии нервной системы. Когда мальчик не пошел, добавился еще один диагноз – ДЦП. Все это время мама Димы, педагог Алена Джинджуа, боролась как могла. Водила мальчика на курсы в Гудаутском реабилитационном центре, занималась с ним сама, обращалась к логопедам и дефектологам, но сейчас ей необходима наша помощь. В июне этого года с помощью нашего Гудаутского центра «Саргал» мы прошли осмотр у специалистов центра «Импульс» Сочинского. После осмотра ребенку диагноза подтвердили его и направили его на курс интенсив, реабилитационный курс интенсив, после которого они обещали, что, ну, что не обещали, там, сто процентов, но дали правду, но, что ребенок, он получил что-то говорить, так как с ним будут работать специалисты, дефектологи. Вот, начну говорить четко, на уровне своих сверстников, я надеюсь, будет говорить, да, то, что он сможет учиться в школе, соответственно, своему возрасту. Сарея Чантурия 5. У нее ДЦП и задержка психоречивого и моторного развития. Она ходит, но только при поддержке. Два месяца назад специалисты центра «Импульс» осмотрели девочку и рекомендовали интенсивный курс реабилитации, сенсорная и арт-терапия, адаптивная физкультура, курсы у логопеда и дефектолога. Наши дети диагнозом ДЦП ни один врач ничего гарантировать не может. Это зависит полностью от потенциала ребенка. Вот, но так как мы ни разу в жизни за 5 лет не проходили интенсивов, то есть вот только реабилитационный датаутский центр, сами дома как можем занимаемся. Видим, что ребенок не стоит на месте, нет регресса, то есть она развивается, понимание тоже ее развивается. То есть нам, конечно, необходима реабилитация, хорошая, желательно как раз интенсив, что предлагает сочинский «Импульс». Ну, мы ждем, конечно, развития. Мы не ждем каких-то супер-глобальных целей, что ребенок у меня после интенсива побежит полететь, но каждая малейшая крупиночка развития ребенка... Это дорогого стоит. Нейрореабилитационный центр «Импульс» в Сочи – это новый партнер фонда «Ашана». Центр специализируется на реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра, задержкой психоречивого развития, синдромом дефицита внимания и гиперактивности. В стоимость лечения входит полная диагностика двоих детей, а также двухнедельный курс интенсивной реабилитации. То есть маршрут уже прописан, и он отличается у Сари один курс реабилитации, у Дмитрия другой курс реабилитации. То есть все индивидуально. Там очень большой комплекс мер и комплекс различных мероприятий, которые будут проводить детям. Мы надеемся, что даже после первого курса уже получим результат. И в дальнейшем, естественно, мы будем поддерживать этих детей, направлять либо в Сочинский центр, либо создавать условия на местах. Это, конечно, требует времени и ресурсов, но будем стараться, чтобы наши дети на местах тоже получали, если даже не весь спектр услуг, хотя бы какой-то узкий спектр самых необходимых услуг для их реабилитации и восстановления. Фонд Дашана в дальнейшем будет содействовать организации курсов повышения квалификации для абхазских специалистов, сотрудников реабилитационных центров. А сейчас сбор открыт на курсы реабилитации для Димы и Сарии. Всего необходимо 370 тысяч рублей. Поможем вместе. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ. Любая ваша помощь Сарии Чантория и Дмитрию Бестаеву будет принята с большой благодарностью. Помимо сообщения со словом «Добро» для абонентов «Амобайл Аквафон» действует услуга «Перенос баланса» «Благотворительность». Можно перевести пожертвования на баланс фонда, набрав 147, сумма перевода, решетка, кнопка вызова. Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии, Гарантбанка. О других способах помощи можете узнать по телефону 773-5050 и 921-03-03 или на сайте www.ashanakbf.com Эксклюзивный тор по столице Абхазии. Экскурсии по Сухому стали популярны среди туристов и местного населения в последние несколько лет. Их предлагают частные гиды и турфирмы, но только в августе проводятся благотворительные обзорные туры по столице от Константина Тужба. На одной из таких экскурсий побывали наши корреспонденты. Репортаж Марианны Котовой. Когда-то на месте современной филармонии было построено великолепное здание собора Александра Невского князя. И небольшое кладбище было при нем. Соответственно, в годы репрессии это здание было разрушено. Но камни с этого здания и кирпичи ушли на строительство третьей бани. Среди экскурсантов сегодня участники шахматного турнира Абхазия Опен. Вместе с гидом они следуют по одному из маршрутов, разработанных Константином Тужба. Он давно увлекался историей архитектуры Сухома и в какой-то момент решил, что эти знания могут принести пользу не только ему. У меня начал где-то 3-4 года назад. Я очень увлекся памятниками архитектуры города Сухом. Я раньше интересовался и московскими улицами центральными. Ну, это такое хобби было. А после мне попалась книга Анзора Агумала, замечательная книга. И вот все больше и больше стал изучать. Не подумал, а почему бы нельзя это все передать моим детям, внукам, соседским детям, городским детям. А после и в Гудаупе, и в Гагре начали проезжать. После ходили пешком, после пришел автобус нанять, еще второй автобус. Начинается экскурсия с филармонии и госмузея. Затем туристы отправляются к дому Алоизи. Следующим пунктом будет смотровая на Сухумской горе. Но выше экскурсанты не поедут. По словам Тужба, не очень хочется показывать отдыхающим, в каком запущенном состоянии находится парк на вершине горы и пантеон. Жалко, что дальше подняться нет смысла, потому что наше самое большое воплощение, парковое с Сухумской гора, она в запущенном состоянии. Там есть пантеон в запущенном состоянии. Но, похоже, туристов не пугают заброшенные здания. Все внимание привлекает буйная растительность, которая прикрывает срамоту разрушенных и захламленных памятников архитектуры. Абхазия меня поразила своей красотой природы. Первый раз я была просто одним днем и ездила на Рицу. И вот эти вот деревья, растительность очень красивая. Сама из Краснодара вроде как бы тоже много зелени, но она отличается тем, что здесь больше разнообразия. И я когда туда возвращаюсь, мне даже очень грустно, потому что не хватает вот этой вот природы. Всего у Константина Тужба семь подобных маршрутов по городу. Все экскурсии проводятся бесплатно. И их участниками могут стать абсолютно все желающие. Можно только успеть записаться, потому что попасть на такую экскурсию можно только раз в году, в августе. Марьяна Котова, Сосриква-Гухава, Абазатове. Вопрос ограничения максимального количества занимаемых в государственных учреждениях ставок одним работникам при совмещении должностей и совместительстве не более чем в полторы ставки обсудили в Министерстве культуры в ходе расширенного совещания, сообщает пресс-служба ведомства. По итогам встречи было поручено руководителям учреждений культуры провести оптимизацию штатной численности в соответствии с действующим законодательством. В совещании участвовали вице-премьер-министр финансов Владимир Делба, первый замминистра финансов Ирма Амичба. Небывалое по значимости событие произошло в абхазской науке и культуре. В одной из типографий города Москвы приступили к печати полного академического собрания текста в абхазского нардского эпоса, главнейшего памятника устной культуры абхазов. Нарты, абхазский героический эпос, в семи томах составитель и редактор Зураб Джапо. Как сообщает пресс-служба Академии наук Абхазии, уже готовы второй и третий тома. Работа продолжается. Нартовед, академик она, иностранный член РАН, Зураб Джапо и его первая аспирантка, а сегодня ученая, Нала Барциц, посвятили составлению и подготовке текстов для реализации этого важнейшего национального проекта десятилетия. Как сообщили в издательстве Академии наук Абхазии, читателям книги будут доступны только после того, как завершится печать всех томов. Директор Абиги Арда Ашуба возглавил общественную комиссию по наименованию и переименованию улиц, парков и скверов в Сухуме. Комиссия была создана в мае этого года. При Сухумском горсобрании в ее состав вошли ученые и политики, общественные деятели всего 9 человек. ЮНИСЕФ поддержал создание аудиокниги по роману Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Роман «Последний из ушедших» длительностью более 20 часов в записи был озвучен заслуженным артистом Абхазии Тимуразом Чамагой и в скором времени станет доступен слушателям на платформах SoundCloud, iTunes и Spotify. Современные технологии несут в себе определенные вызовы, но вместе с тем при правильном использовании могут придать новый импульс для развития и популяризации абхазского языка, отметил специалист по образованию ЮНИСЕФ Рустам Аншба. Что такое подростковый период, о котором все столько говорят? В новом выпуске передачи «Родители» ведущие и приглашенные гости разбираются в теме подросткового периода и говорят о том, как родителям стоит выстраивать отношения с подростками и почему важно уделить этой теме особое внимание. Приглашенные, психолог Галана Кортуа, мама Нала Авитсба, архимандрит Дорофей Дбар и специалист по социальной работе Саида Квициния. В этот период происходит очень интенсивное физическое и физиологическое развитие, которое в свою очередь сказывается, естественно, на психоэмоциональном состоянии. все меняется. Абсолютно все меняется. Происходит очень интенсивный скачок роста. То есть это процесс такого очень сильного изменения в плане роста. Это изменение сердечно-сосудистой системы, это мощное изменение эндокринной системы. И поэтому это, говорят, период гормонального всплеска или гормональной бури. И, соответственно, вот исходя из этого, вот происходят там все процессы, которые можем наблюдать у подростков. Это и вот эти вот эмоциональные качели, это переменчивое состояние, это непонятно вообще. Вроде казалось бы, никаких причин нет, а возникают какие-то непонятные эмоциональные реакции, какая-то необоснованная агрессия. И, в общем, это им сложно очень в этот период живется подросткам и сложно родителям. А начинается, кстати говоря, вот ты сказала, что с 10-11, 12. Ну да, действительно. Но сейчас вот так как наблюдается акселерация, то есть это такое преждевременное развитие, то эти границы, они как бы такие условно, они сдвинулись в такой более ранний возраст и попозже. Проект родителей о таком особенном подростковом периоде после выпуска новостей. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН совместно с организацией Движения против голода продолжают уже полюбившийся многим телезрителям еженедельный цикл передач «Школа фермера», где агрономы делятся полезными советами по ведению сельского хозяйства. Сегодняшний выпуск посвящен условиям хранения орехов фундука. Смотрите его в нашем эфире. В завершении о погоде. В выходные дни 13 и 14 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, удушливо-жаркая погода из-за местных циркуляционных процессов. Местами возможны слабые дожди с грозой. Атмосферное давление пониженное. Температура воздуха ночью от 19 до 24, днем от 28 до 33 градусов. Температура морской воды 26 градусов. Волнение морской воды слабое и умеренное. 1-2 балла. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире. Удачных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова